Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Успеть к дедлайну. Белорусы должны уплатить транспортный долог до 15 ноября. Предусмотрена административная ответственность в размере 40% от неуплаченной суммы. Какие изменения ждут владельцев недвижимости? Малышка на драйве в Черикове пьяная бесправница угнала автомобиль у подруги. Чем закончилось веселье? Тур по истории Бобруйск встретил участников республиканского молодежного проекта. Участие принимает около 30 семей из всех уголков республики Беларусь. Когда был построен Свято-Георгиевский храм. А также передовые разработки. Северный шелк и Золотое кольцо. Ювелирным магазинам продлили право торговать изделиями через интернет на сколько лет? От вакцины до беспилотников Александр Лукашенко принял с докладом председателя президиума «Нан Беларуси». Тема разговора – прорывные разработки продукции с высокой добавленной стоимостью в здравоохранении, биотехнологиях, АПК, IT и авиакосмической отрасли. Глава государства отметил, необходимо активнее пропагандировать успехи наших ученых и поручил до конца года организовать масштабную выставку отечественных научных достижений для общего доступа. Мы подберем хороший зал не только для того, чтобы вы отчитались, доложили об успехах, но и побольше народу показать, что мы можем. И что наука у нас многое может. К сожалению, мы мало пропагандируем не только Академию наук, но и достижения нашей науки. Поэтому надо продумать вместе с администрацией, правительством, где мы можем показать людям, что мы умеем делать. А показать есть что. Может быть, даже в соседнем здании, как мы его лепесток называем, места там достаточно. Просто компактно вынести туда основные наши достижения. Еще одно важное направление, которое находится в виде НИНАН – разработка отечественных автомобилей. Президент отметил, беспилотные летательные аппараты сейчас весьма актуальны. Владимир Гусаков доложил о создании в Национальной Академии наук Центра экспериментальной и прикладной вирусологии, где в скором времени начнется производство белорусских вакцин против гриппа и COVID-19. Выпуск запланирован на следующий год. Взяла покататься. В Черикове пьяная бесправница угнала автомобиль у подруги. Около полуночи наряд ДПС остановил «Фольксваген». За рулем находилась 19-летняя жительница Белыничей. Выяснилось, что перед поездкой она выпивала. Освидетельствование показало 1,39 промилле алкоголя. К тому же водительское удостоверение девушка никогда не получала. Авто одолжила у знакомой. Последняя, в свою очередь, ключи никому не передавала и написала заявление об угоне. Возбуждено уголовное дело. Грузовые перевозки, интегрированная система и маленькое чудо. Большой театр Беларуси объявил конкурс «Новогодние игрушки». Какие условия? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Уборка льна вышла на финишную прямую. Все области, за исключением Витебской, завершили работы. В северном регионе осталось около 600 гектаров. Заготовлено 145 тысяч тонн льно-тресты. Это на 24 тысячи тонн больше, чем в прошлом. Выше и качество сырья. Национальные платежные системы Беларуси и России практически полностью интегрированы, за исключением некоторых функций. В частности, есть вопросы по денежным переводам. Стороны договорились о синхронизации еще в 2019-м. В прошлом году Белкарт потратила на сопряжение 180 тысяч евро. В Беларуси растет количество грузоперевозок. В третьем квартале 2022-го заявки внутри страны выросли на 113%. Похожая динамика и с экспортом товаров. Цифра увеличилась на 118. А вот с импортом ситуация противоположная. Спрос снизился на 27%. Сказываются санкции. Ювелирным магазинам продлили право торговать изделиями через интернет до конца лета 2024-го. Ранние изменения действовали до августа этого года. По-прежнему продавать можно только продукцию белорусского производства и при наличии лицензии. Большой театр Беларуси объявил конкурс новогодней игрушки. Принять участие могут как дети, так и взрослые. Главное правило – изделие должно быть связано со спектаклем или жизнью актера, либо музыканта. Работу можно доставить лично или отправить по почте не позднее 20 декабря. Награждение состоится в конце года. Второй взнос. До последнего срока уплаты транспортного налога остается меньше месяца. Извещения направлены всем автовладельцам. Уведомления можно посмотреть и в личном кабинете мобильного приложения МНС или на официальном сайте. К слову, 15 ноября – последний день внесения платежа. В помощь интернет-банкинг, ЕРИП, инфокиоск, любое отделение связи или банка. Если будет установлена несовременная уплата, либо неуплата налогов после установленного срока, предусмотрена административная ответственность в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 10 базовых величин. Те же сроки и условия оплаты имущественных платежей. Правда, в этом году есть изменения. Если раньше уведомления приходили только тем, у кого две и более квартиры в собственности, то теперь это касается и тех, у кого одна жилплощадь. По следам истории Бобруйск встретил участников республиканского проекта. В составе 30 молодых семей из всех уголков Беларуси – учителя, врачи и аграрии. Люди, которых объединяет любовь к родной земле. Акция приурочена к неделе родительской любви. Завершится в День отца. По знаковым местам города прогулялась и Татьяна Горбач. В каждом уголке Синеока есть уникальные места. Одно из таких – Свято-Георгиевский храм. Церковь, построенная в 1905-м, служила духовным оплотом кутаистского и эмеретинского полков, которые дислоцировались в Бобруйской крепости. Судьба здания трагична. В 1928-м была разрушена колокольня и сброшен купол. В советские годы здесь размещалось ателье, авторемонтные мастерские, столовая и библиотека. Только в 90-м святыню возвратили верующим и за пять лет полностью восстановили. Участники республиканского проекта «Автопоезд. Беларусь. Молодежь. Традиции» молятся за мир и спокойствие на родной земле. Участие принимает около 30 семей из всех уголков республики Беларусь. Это ребята в возрасте от 18 до 31 года. Данный проект является пощательным, ведь туда попали только лучшие представители каждого региона. Автопоезд стартовал 14 октября из Полоцка. Всего в маршруте 18 населенных пунктов. Позади Витебской и Гомельской области. Сейчас участники познают красоты Могилевской. Увлекательная экскурсия по Бобруйской крепости никого не оставляет равнодушным. Фортеция – самое мощное в Европе оборонительное укрепление начала 19 века. В 1812-м цитадель приняла основной удар армии Наполеона и четыре месяца сдерживала осаду французов. Здесь служили организаторы декабристского движения и был разработан легендарный план захвата Александра I, который так и не осуществился. В 2002-м памятник архитектуры внесли в государственный список историко-культурных ценностей. Так получилось, что у нас вчера была годовщина свадьбы, год, как мы вместе. И такое путешествие обычно мы работаем ночь-день, не всегда бывает попадаем вместе, а тут целая неделя вместе всегда. Очень хорошо, что республика заботится о молодежи, делает такие проекты хорошие, чтобы молодежь собиралась, знакомилась больше. В годы Великой Отечественной на территории крепости располагался немецкий концлагерь, в котором погибли десятки тысяч солдат и мирных жителей. Молодежь склоняет головы у братской могилы советских военнопленных. В святом для каждого горожанина месте не звучат громкие слова. Красные гвоздики и минута молчания. Дань памяти тем, кто не вернулся с той страшной войны. В год исторической памяти очень важно сохранить, помнить и пронести память о погибших, о тех, кого так жестоко крали фашисты. Мы даем обещание, что мы пронесем память о тех, кто погиб за нас через года и передадим своим потомкам. Брендированный автобус заметен издалека. Сбоку эмблема проекта в цветах национального флага и хэштеги с запланированными городами. Следующая остановка – одна из самых современных школ в стране – 34-я. Здесь по самым передовым методикам обучаются более 1400 детей. Мальчишки и девчонки осваивают математику и робототехнику в лего-классах. Получают навыки альпинизма на скалодроме, занимаются в тренажерном зале и плавают в бассейне. Важно, что это действительно молодые семьи, которые приобретают первый опыт, приобретают некие исторические опознания. И все, на чем мы их воспитываем, все, чем мы им помогаем, духовным наследием, ценностью исторического образования, вот это сегодня мы все вместе вплели в нашу такую экскурсионную программу. Участники республиканского проекта в полном восторге. Здесь снова чувствуют себя детьми и пробуют свои силы в хореографии. Не обходится и без фото на память. На дорожку музыкальный подарок – зажигательный концерт от творческих коллективов города. Несомненно, Бобруйск, его история и современность навсегда останутся в сердцах семейных пар. Акция приурочена к неделе родительской любви. Молодежный автопоезд продолжит путешествие по памятным местам Брестской, Гродненской и Минской областей и завершится в столице 21 октября. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Юбилей на БИС. Театр песни «Шинанай» выступит с концертной программой. Шоу пройдет на сцене Дворца искусств. Зрители ждут 22 октября в 15 часов. В программе лучшие номера за 30-летнюю историю заслуженного любительского коллектива. Специальный гость – Виталий Гордей. «Приходите, отдыхайте с нами. Приходите, получайте удовольствие. Приходите всей семьей. Вы не пожалеете об этом». Квитки можно приобрести в кассах Дворца искусств. Стоимость 10-13 рублей. В день концерта билеты также будут в продаже. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!